Мила Васильевна Константиновская, кандидат в геологию и минералогических наук, доцент Российского университета дружбы народов, академик Международной академии исследований будущего, действительный член российского астрономического общества. Причины глобальных катастроф. Мы будем рассматривать причины космические, а то, что зависит от человека, это с нами потом будет разбираться. Значит, пожалуйста, сразу все это. Поскольку мало очень времени. Доплат родился на основании того, что просто людей запугали концом света. Я хочу сказать, что его не будет в ближайшее время. И вот это будет доказательство. Значит, тут вот представлен мой сайт. Если кто-то хочет более дополнительно, с объяснениями, то, пожалуйста, туда и в фойе моей книги. Дальше. Значит, выделяем четыре главных причины. Это падение стройных аккоментов, потом парад планет, сближение с Солнцем некой звезды и солнечной активности. Это вот четыре основные космические причины, которые могут повлиять на положение на Земле. Первое. Разберем падение астероидов и комет. Ну, вот это вот спутники, так называемые спутники Марса, это, конечно, астероиды захвачены. Притом я хочу сказать, все астероиды и кометы — это неразливающиеся системы, они постепенно сближаются с Солнцем или приближаются к тому объекту, около которого вращаются, со временем упадут на этот объект. Поэтому это вот неразливающиеся. К разливающимся объектам относятся спутники, планеты, звезды, галактики и так далее. Дальше. Ну, это комета Галлия, просто как фотография. Дальше. Это кратер, который образовался, так называемая астроблема, который образовался от падения крупного астероида, вот ее диаметр почти 2 километра и глубина почти километр. То есть вот такие катастрофы были на Земле. Эти астроблемы стали видны после того, как мы вышли в космос, потому что с Земли, конечно, такие объекты не наблюдаются. Дальше. Здесь представлены астроблемы мира, вот точечками черненькими. Там, где их нет, это не значит, что их там нет, просто это заросшие места, труднодоступные, и поэтому они, в общем-то, не видны. Но астероиды и кометы падают везде, и на море, и на сушу. Дальше. Вот это астроблемы России. Здесь показаны, значит, места, где они падали. Обратите внимание, довольно интересно, вот даже в районе Москвы здесь есть тоже небольшая астроблема. Дальше. Я показываю вот озоновые аномалии. Обратите внимание, тоже определенные зоны, и вот там, где астроблемы, они немножко накладываются. Вот это рисунок из МГУ. Защищался один ученый, который доказывал, что это не зависит от выбросов всевозможных фреонов. Это и есть выходы из неудро Земли. Потому что в Сибири, например, вообще никакого производства нет. Дальше. Здесь показано столкновение небесных тел с Землей в нашем XX веке. Показаны даты по горизонтали. И обратите внимание, вот последнее, что с 1975, например, по 1992 год наблюдалось 136 взрывов. То есть на Землю, я хочу сказать, постоянно падают астероиды, ну, метеориты. Ну, и вот здесь вот те диаметры, которые образовываются. Кстати, если астероид равен, например, одному километру, то астроблема может быть 10 километров. То есть один в десяти примерно. Дальше. Вот здесь эта таблица, это научные данные, это не мои расчеты. Приводятся даты расстояния до Земли, когда астероиды проходят около Земли. Это вот с 2009 года по 1951 год. Но это ровно не значит, что до этого и после этого не будет. Я просто взяла вот такой отрезок времени. И вот обратите внимание, что вот в 2009 году проходил, в 2021 будет, в 2022 довольно близко. Да, и диаметр астероида довольно большой. Но все они, которые здесь представлены, они не упадут на Землю. Они пройдут мимо. То есть это вот те астероиды, о которых нам известно. Но в большей степени мы не знаем астероидов. То есть вообще все астероиды, их можно поделить на две группы. Это в первом поясе астероидов, между Марсом и Петером. Извините, у меня такой голос. Просто вот нечистый дух не хотел, чтобы я выступила. Я говорю, Господи, дай мне хоть половину голоса. Вот так что сейчас выступаю. Вот обратите внимание, что первый пояс астероидов – это известный. И там известны все астероиды, все просчитаны, особенно крупные. А вот есть еще так называемые блуждающие, о которых мы, конечно, мало знаем, потому что их стали наблюдать довольно незначительное время. А у них периоды обращения бывают очень большие, до нескольких тысяч лет. Дальше. Вот здесь опасные пролеты астероидов вблизи Земли. Опять это немая таблица. Это я взяла, это научные данные. Я просто хочу показать, что в год примерно 5-6 астероидов, которые пролетают мимо Земли. Довольно близко. Но опять же подчеркиваю, все вот эти астероиды, они не упадут на Землю. Это тоже просчитано. И вот обратите внимание, в 12-й год их было 6, в 13-м 6, в 14-м 3, ну и так далее. Просто я взяла ближайшие года. И вот 7-го января пролетел довольно близко. Это расстояние в астрономических единицах. Кто не знает, это расстояние от Земли до Солнца. Это равно одной астрономической единице. Ну это условное обозначение. Дальше вот 9-го мая нас поздравят. 24-го сентября, 1-го октября. Довольно близкое расстояние. 24-го ноября вот там совсем как бы близко. Но опять же я говорю, что все эти астероиды, они пролетят мимо. Дальше. Вот здесь хочу обратить внимание. Это постоянные метеорные потоки в центре Солнца, в середине, по орбите Земли вокруг Солнца. И мы постоянно в определенные периоды попадаем в так называемые звездные дожди. Это когда астероиды проходят сквозь атмосферу Земли, они сгорают. И нам кажется, что эта звезда горит. И вот посмотрите, я выделила три сектора, когда мы попадаем постоянно в эти метеорные потоки. И вот я долго-долго очень думала, когда мы можем ожидать крупного астероида. И где он может показаться. И вот меня приятно удивили наши российские ученые, которые первые высказали мысль. Я была просто в восторге. Они сказали, там где мелкие, там а крупные астероиды. То есть очень опасные зоны, обратите внимание, это зима. И в Библии там примерно говорится так, что если произойдет катастрофа зимой, то это будет очень тяжелая катастрофа. Вот скорее всего, мы можем ожидать падения крупного астероида именно вот в эти периоды. В этих периодах есть основные максимальные потоки. Это дни. Вот на эти дни надо обращать внимание. Ну вот если искать крупные астероиды. Поэтому это как-то сужается уже круг поиска. Дальше. Ну вот здесь просто приводится, когда астероиды падали на Землю. За два года 51 событие. Потом метеорный дождь выпадал. Всего очень сильных метеорных ливней было на Земле около 10. Ну и за сутки, конечно, это никто не взвешивал, но это примерный расчет. Это около 20 тонн метеоритов падает на Землю. То есть это, я хочу сказать, что это явление довольно частое. Дальше. Ну вот теперь об апофисе, который сейчас нас пугает. Опять очередное. Думали-думали, придумали, конец света очередной апофис. Дело в том, что его обнаружили в 2004 году и очень хорошо изучили. Вот тут берегели Афелий. То есть берегели – это максимальное сближение с Солнцем. Он вращается примерно парами к Земле. Афелий чуть подальше. И период обращения около года. Он сам по себе вращается. Его диаметр примерно 320 метров. Ну, последние данные стоят 325 плюс-минус 15 метров. Я хочу сказать, что этот астероид пролетит мимо. Он не упадет. Ну вот дальше. Вот он прошел мимо 9 января в этом году. Вообще ничего нигде даже не прозвучало. Потом в 29-м он сблизится. Но столкновений не будет. И вот самое максимальное сближение, он опять подчеркиваю, столкновений не будет. Это все уже просчитано. Это будет 13 апреля, 36-й год. Вообще вот эти 40-е годы, дальше я вам скажу, очень серьезные года. Дальше. Вот здесь расположение возможных мест падения Апофиса, если бы он, конечно, упал, но он не упадет. И вот остается больше всего Россия. Но он не упадет, опять подчеркиваю. Дальше. Значит, если бы он упал, поскольку он довольно большой, то вот энергия довольно мощная. И диаметр астроблемы примерно 6 километров. Ну, это, конечно, многовато. Я думаю, что вот внутри километра можно гарантировать, если бы он упал, но он не упадет. Дальше. Значит, что возможно от падения подобного астероида? Ну, первое, конечно, цунами, если он упадет на воду. И второе, все прибрежные территории, они практически, ну, смотря на зависимости от ее рельефа, они могут быть уничтожены полностью. Ну, если это горы, там, 3 километра, если это равнина, то это до 300 километров. Это вот цунами, естественно. Дальше. Вот здесь показаны от разработки Зайцева, что астероид, если бы упал на Москву, упаси Господи, если это 60 метров, то это Москва полностью может быть разрушена, а если это 300 метров, вот как Апофис, то это Московская область, ну, зона поражения. Дальше. Здесь методы защиты. Ну, это такая простая самая схема, что если это где-то до 40 суток, то это надо только уничтожать, это должны быть уже готовые ракеты на спуске. Если от 40 до года это отклонение возможно, если это более года, я имею в виду, мы обнаружили его больше, чем там за год, то это можно изменение орбиты. Сейчас такие разработки ведутся, они есть. Нужны деньги и нужно желание правительства. Дальше. Значит, там парад планет. Вот это прям меня просто изумляет. Значит, обратите внимание, что ближайшее, что такое парад планет, когда они все выстраиваются по одной прямой. Вот не было парада планет тысяч лет назад, и тысяч лет вперед не будет. Поэтому как только будут говорить парад планет, планет, все, ну, это вообще шарлатаны. Вот здесь показано, 1128 год, когда было максимальное сближение, это 40 градусов, обратите внимание, небо по прямой. 82-го у нас все пугали-пугали, это 90 градусов. Следующий. Вот обратите внимание, это 12-й год, это 21-й декабря. Видите, да, это сектор 180 градусов. Ну, а о каком параде планет? Ну, чего астрологи-то молчали? Ну, астрологов не спрашивали, я так понимаю. Дальше. Вот я тут привела расчеты, это сближение, то есть по одной прямой, когда выстраиваются планеты, ну, в зависимости от планеты. И вот привела Нептон и Плутон, красного выделила. Они по одной прямой бывают только раз в 41 тысячу лет. Ну, просто вот, это две планеты. А теперь представьте их, чтобы они 9 выстроились. Это какой будет период? Посчитайте, если интересно. Идем дальше. Вот здесь другое. 25 лет тому назад я начала просчитывать, от чего может активизироваться Солнце. И один из вариантов, я предположила следующее, что все планеты, поскольку двигаются по эллипсу, то точка перигелия, это максимальное возближение, должна повлиять на активность Солнца. То есть, ну, из физики, элементарная физика, два заряженных тела, а это очень большая масса, большой объем, они сближаются, и при определенном сближении между ними проскакивает искра. Ну, физику, наверное, помните, элементарную, это школьная физика. Значит, тогда я взяла по отношению к планетам. Если это закон, этому закону подчиняются все объекты. И высчитала, что Плутон в 1989 году, я подчеркиваю, это было 25 лет назад, я его просчитала, он должен сближаться был, и я высказала предположение, что будет большая активность Солнца, потому что у Плутона у него очень вытянута, самая вытянутая эллиптическая орбита, и вот его незаконно вообще убрали из списка планет, это незаконно. Притом я хочу обрадоваться, российские ученые не поддержали голосованием, было голосованием, представляете, американские поддержали, правда, тоже не все. Вот, его вычеркнули, сейчас у нас 8 планет. Так вот, именно 9 планета устроила нам такое, что мы сейчас до сих пор все это расхлебываем. И об этом я предупреждала еще 25 лет тому назад. И вот обратите внимание, что у нас идет с Ураном и Нептуном. В 67-м уровне что-либо. И вот на 40-е годы указывают еще очень многие разработки других ученых, которые используют другие методы, ну, например, кондратьевские циклы, экономические, которые, ну, вообще ничего не учитывают, там свои какие-то. И вот они указывают тоже на 40-е годы. Дальше. Третье. Ну, то есть я хочу сказать, что вот конца света, да, вот по положению планеты нету. Значит, следующее. Появление некой звезды. Вот мы вспомним эту Библию, которая говорила, по небу шла звезда. Значит, во-первых, она очень долго шла, она несколько месяцев шла. Ее наблюдали. И просто даже не телескопом, а именно вот невооруженным глазом она проходила по созвездию Ясли. Там есть малая ослята, есть рак. И поэтому вот здесь, может быть, еще какое-то аллегория. Это не мое тоже замечание. Это еще святой, забыла, по-моему, святой Лука об этом говорю. Вот. Поэтому полностью его поддерживаю. Скорее всего, это вот аллегорически, чтобы еще мы обратили внимание. Мы вот это созвездие сейчас проходим где-то в феврале месяце. Поэтому, если родится пророк, то, скорее всего, это будет февраль. Притом число просчитала, я месяц просчитала, год не могу. Потому что очень сложно сказать период обращения. Сейчас я дальше скажу, о какой звезде идет речь. Дальше. Вот дело в том, что в Солнечной системе, скорее всего, не 9 планет, а там минимум 11, максимум 12. И вот периоды сближения этих планет Солнцем, поскольку все двигаются по эллиптическим орбитам, вот и надо их просчитывать. Но положение этих перигелиев, вот этих планет, у них относительно Солнце разное. Дальше. Вот. Вот это и есть истинный парад планет. Это точки перигелия всех планет Солнечной системы. Вот я их назвала 12 активных точек. Вот если планеты все встанут вот в эти точки, в свои, произойдет максимальное сближение с Солнцем, произойдет максимальное воздействие на Солнце. Вот тогда нам мало не покажется. Но и это не конец света. Дальше. Вот разберем теперь солнечную активность. Это график за 260, и больше, наверное, уже, да? Ну, 200, 260 лет примерно. 200, ну, не важно. В общем, это вот последние данные, там, 10-й год у нас ожидался в 12-м году пик, вот мы его уже прошли, но он был меньше, чем вот последний самый пик. То есть его думали, ну, теперь вообще будет конец. Ничего не было. Вот этот вот пик мы прошли, даже его не заметили. Он очень маленький был. Вот обратите внимание, это 12-летние циклы. О них очень многие, многие говорят, ну, там, правда, не точно 12, там от 9 до 13 лет, это среднее, вот за все наблюдение за Солнцем составило 12 лет. Дальше. Вот здесь вот годовые значения активности Солнца в 20-м веке. Обратите внимание, что примерно с 37-го года, вот здесь вот, пошел рост, такого не наблюдалось. И среднее значение за 250 лет составило 53 единиц чисел Вольфа. Ну, число Вольфа – это пятна на Солнце. А вот за последние 50 лет 20-го века эти значения поднялись до 75-ти, примерно, то есть полтора раза. И, соответственно, активизировалось все на Земле. Это солнечно-земные связи. Вот то, что сейчас происходит, это именно связано с тем, что повысилась активность Солнца. Дальше. Я взяла вот этот вот период. Последние 260 лет распела по десятилетиям. То есть, одна точка не один год, а одна точка 10 лет. И вот здесь очень хорошо видно, что вот за последние концы 20-го века настолько повысилось, что даже мы ниже, чем средний уровень, не опускались. То есть, такого не наблюдалось. Это лишнее доказательство того, что вот за 250 лет это как раз цикл Плутона. Я не сомневаюсь, что это вот действие Плутона. Дальше. И вот тогда я ввела шкалу циклов солнечной активности, где я говорю, что в зависимости от цикла можно разбить шкалу катастроф тоже вот по этой же методике. И вот то, что сейчас происходит на Земле, это цикл три балла, но из девяти. То есть, вообще все шкалы логарифмические, это то же самое. То есть, вот циклы от ста до тысячи лет это три балла. Ну, их там можно назвать 3,0, там 3,5, там 9 и так далее. А вот цикл конца света, обратите внимание, это 9 баллов. Это бывает от 100 миллионов лет и до 1 миллиарда лет. Так вот, от чего зависит тот самый конец света? Дело в том, что солнечная система, она тоже вращается около некого центра. Ну, сейчас говорят около центра Земли, то есть, около центра Галактики. Это не совсем так. Вот в книжке и на сайте вы прочитайте более подробно, сейчас не будем останавливаться, просто времени нет. Так вот, период обращения солнечной системы примерно равен 250 миллионов лет. Последний раз цикл, вернее, берега Галактики, то есть, сближение солнечной системы со своим центром вращения прошли 66 миллионов лет там назад. И вот геологические данные говорят, что именно тогда и была та самая патастрофа, когда все горело и все затоплялось, потому что солнечная система сблизилась со своим центром, началось взаимодействие, началась пульсация. И вот, если сейчас средняя температура на Земле плюс 14 градусов Цельсия, средняя по Земле, то тогда была средняя температура плюс 25 градусов Цельсия. Во времена оледенения, когда солнечная система уходит по галактике, то есть удаляется, солнце как бы засыпает, то температура понижалась до плюс 5 градусов Цельсия, средняя температура. То есть, возможно, жизнь была только на экваторе. Значит, я подчеркиваю, что последнее такое событие было 66 миллионов лет тому назад. Значит, арифметику знаете, 250 миллионов минус 66 со всеми вытекающими последствиями. Все, так быстро, сейчас идут дальше. Вот я просто для развлечений представила солнечную активность в 91-м году, когда у нас был пуч. Обратите внимание, август выделился в августе внизу, 19-21 августа. Я считаю, что вот та паника, которая была в декабре 12-го года, она связана с тем, что как раз в это время был пик активности Солнца, и наше государство, и не только наше, но, видимо, там на западе тоже перепугаются, что вдруг опять будет какой-нибудь переворот. Говорят, чтобы не было конца света, чтобы не пострадали, уезжай, а идти из городов, и все рванули за город. Дальше. Вот эта солнечная активность за последние 8 тысяч лет, видите, как она колебалась, это не зависит от человека. Дальше. Ну вот, мое заключение, космос – это дом Бога, подчеркиваю, это божественный дом, поэтому надо относиться к нему с большим уважением и благоговением, и не лезть с грязными руками и грязными ногами, тем более грязной головой. Кто владеет космосом, тот владеет миром, а владеть, подчеркиваю, это значит изучать, а не его завоевывать. Ну вот и мой сайт в конце. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...